В зоне АТО сегодня погиб украинский военный. Это произошло во время обстрела в Зайцеве. Со вчерашнего дня боевики заметно активизировались на всех направлениях, а в районе Авдеевки взрывы теперь слышны даже днём. Самая горячая точка традиционно промзона. Оттуда репортаж Ирины Баглай. Дачи видим. Видим, откуда стреляют. Вот это вот их позиция. Снайперы иногда кошмарят. Вот бойницы даже, видишь? Вот окошко. Огневая позиция боевиков в полусотни метров от нас. Но чтобы выглянуть и разглядеть её, у нас есть буквально несколько минут. Российские наёмники, вопреки договорённостям о тишине, в любую минуту могут открыть огонь. А любимое оружие малого калибра у противника на промзоне – противотанковое ружьё. И от него не спасут кирпичные стены. Это винтовка противотанковая, которая была разработана в 1937 году и применялась во Второй мировой. Сейчас её применили как снайперскую винтовку. Выставим себя, вот сейчас я выйду вот сюда вот, и это сто процентов, что меня снимет снайпер. Вражеские снайперы достают наших пехотинцев из-за домов. Здесь по-прежнему нет такого понятия, как безопасная зона. Над головой прям летали. Видно, что прицельно ребята с блиндажа выходили. И щёлкали прям целенаправленно. Хотя мы не стреляли, никого не трогали. Можно сказать. Занимались своими повседневными делами. Передвигаясь по промзоне, и днём слышим одиночные взрывы. Вот такой взрыв. Это боевики проводят инженерные работы. А вот под вечер под них маскируют уже огонь из своих миномётов. Весёлые ночи. Начиная с 8 вечера и до 12, до 2, до 3. Вчера кошмарили нас до 3. 8 приходов СПГ, 6 приходов миномёта 82-го. Днём закапливаются держа на прицеле украинских военных, а ночью ведут провоцирующий огонь. Хоть и из малокалиберного оружия, но не менее опасного. Я считаю, что это, наоборот, небезопаснее, потому что эта тиша, после неё, обычно, и какие-то загострения. Поэтому то, что мы радуем, что тиждень-два стреляют только кулеметы, а крупнокалиберный кулемет, я уверен, что через тиждень-два начнут работать именно менты и самохильные артиллерийские установки. Пока политики договариваются о тишине, на передовой всё больше полагаются на свой боевой опыт. К войне надо быть готовыми всегда. В случае угрозы жизни наши солдаты могут дать ответ. И тут на вес золота приспособление, позволяющее остаться невидимым для врага. Вот что нам не хватает здесь. Это пламя-гаситель. Ночь у меня, если я стреляю без него, меня видно. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк, из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер.